Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на сегодняшнем вебинаре, тему которого вы видите на слайде. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. На слайде вы видите программу нашего сегодняшнего вебинара, и мне хотелось бы немножечко поподробнее описать, что мы будем сегодня с вами делать и какие разделы будем рассматривать. Начинаем мы, естественно, с заполнения справочной информации, то есть это раздел НСИИ и администрирование. ERP, так же как и многие программы 1С последнего поколения, очень требовательна к информации, которая вводится именно в этих разделах. Начнем мы с заказов. Немножко меньше остановимся на складах и более подробно рассмотрим рабочее место кассира, то есть РМК и мобильное приложение заказа. Производство мы коснемся вскользь, немножко по справочникам пройдем и остановимся еще на доставке, поскольку это достаточно новый инструмент и многие с ним еще не сталкивались. Следующий пункт нашего путешествия сегодняшнего это розничная оптовая торговля, поскольку большинство компаний либо с одним, либо с другим видом торговли сталкиваются или наоборот даже оба присутствуют. Естественно здесь же и комиссионная торговля, остановимся на резервировании, то есть резервирование товаров под заказ, снятие резервов, составление на основании заказов многих других полезных документов, то есть все что связано с торговлей и с обеспечением торгового процесса. Следующий этап это торговые представители и коммерческие предложения. Торговые представители и работа с ними это вообще новый раздел, получился он достаточно комфортным и хорошо облегчает жизнь. И естественно коммерческие предложения, поскольку это маркетинговый блок, мы по нему немножко пройдем. Кроме того, что появились новые разделы по торговым представителям и коммерческим предложениям, мы уже говорили, что есть раздел доставка. Мы остановимся на способе ввода информации для доставки, то есть либо для транспортных компаний, либо для собственных экспедиторов. То есть как заполнять адреса, как заполнять задания на перевозку, как получить печатную форму маршрутного листа. Здесь же есть еще один новый документ, это заявка поручения экспедитору. Мы его тоже посмотрим. По производству мы пройдем достаточно поверхностно. Остановимся немножко более подробно на переработке довальческого сырья. Склад в основном затронем в разделе внутреннего товара движения и посмотрим, как изменилась инвентаризация в ERP по сравнению с предыдущими версиями, с бухгалтерией, например. Ну и естественно, как получить информацию о созданных заказах, как отследить и проконтролировать полноту и своевременность исполнения. То есть все, что связано с контролем и с отчетностью по заказам. Дальше мы затронем с вами статусы документов. В ERP на этом очень много завязано аналитики, поэтому статусы документов встречаются не только в торговых, но и во многих других. И соответственно, позволяют контролировать процесс прохождения документа, утверждения, кто им занимался и с каким результатом. Ну и последний пункт это отчеты, которые можно получить в разных разделах и не только по расчетам с клиентами, но и финансовые, поваловые прибыли, подвижение документов. То есть отчетов достаточно много и мы остановимся на их создании и их структуре. Прежде чем мы продолжим наш вебинар, хотелось бы немножко остановиться на организационных вопросах. Все вопросы или замечания, которые у вас возникнут, мы готовы с удовольствием обсудить после вебинара. Вы можете задать их письменно, на электронную почту или любым другим удобным для вас способом. В этом случае мы дадим вам более развернутый ответ, так как лимит времени для ответа будет больше. А теперь хотелось бы небольшое введение, так сказать, обзор задачи и возможности системы рассказать вам. Торговая составляющая ERP системы при правильной организации внедрения в общем случае должна обеспечивать управление цепочками поставок, управление транспортом и логистикой, управление складскими операциями, запасами и товародвижением, управление взаимоотношениями с поставщиками, контроль исполнения заказов, поддержку электронной комиссии, управление персоналом, финансовые учеты планирования, естественно консолидацию данных, управление сборочным или рецептурным производством, управление ценообразованием и скидками, бизнес-аналитику, управление ассортиментом, мерчендайзингом, перекрестными продажами, маркетинговыми акциями, поддержку дисконтных и накопительных карт и естественно управление работой посттерминалов и торгового оборудования. В программах ERP применено достаточно много новых абсолютно идей, новых разделов и можно сказать совершенно уверенно, что новаторским решением в программе ERP стал механизм включения-выключения элементов, которые позволяют включать или выключать различные функциональные части прикладного решения, то есть без программирования, без изменения конфигурации. Это решение позволяет очень гибко настраивать программу 1S ERP и избавляться от избыточного функционала. В качестве примеров механизма включения-выключения вы видите на экране, какие функции можно отключить или наоборот активировать. То есть это ведение нескольких организаций, ведение учета в разрезе подразделений, ведение обособленных подразделений на отдельном балансе, несколько валют, оформление оказания услуг по переработке довальческого сырья. Хотелось бы перечислить ключевые преимущества флагманского решения ERP управления предприятием. Это широкие функциональные возможности на уровне ERP системы международного класса. Гибкая производительная современная платформа 1S предприятия 8.3, которая поддерживает работу через интернет, в том числе облачные технологии и работу на мобильных устройствах. Также большое количество специализированных решений, которые очень расширяют возможности системы. То есть это и PDM системы, и CRM, и MDM. Достаточно большой блок, который позволяет и работать с учетом и систематизацией договоров, и с конструкторскими решениями, ведения клиентов, ну то есть очень серьезное расширение. Широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP систем. Невысокая стоимость владений и возможность получения существенного экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций. То есть вы можете не покупать программу, а взять ее в аренду. На слайде вы видите взаимодействие с самой конфигурацией 1С ERP и управления предприятием, и также 1С документа оборот и 1С управления холдингом. Эти конфигурации очень хорошо интегрируются, передаются данные между ними, и эти расширения позволяют использовать программу, например, при крупном холдинговом клиенте или организовать документооборот, который тоже ведется в разрезе холдинга различных юрлиц, и который достаточно трудно учитывать без такого инструмента. В системе поддерживается несколько уровней планирования. Это управление процессом планирования, поддержка многосценарного планирования, разделение целевых и управляющих планов, наличие различных вариантов заполнения планов, то есть данные прошлых периодов, формулы импорт данных и так далее, возможность использования сезонных коэффициентов, прогнозирования остатков с учетом новых плановых приходов и расходов, автоматическое планирование материалов для обеспечения плана производства, проверка корректности и сбалансированности планов, оценка выполнимости планов потребностей за счет планов обеспечения и, естественно, наличие инструментов планфактного анализа. Один из ERP, управление предприятием, позволяет обеспечить планирование и оперативный контроль поступления и, естественно, расходования наличных и безналичных денежных средств предприятия и оперативное отражение операций с денежными средствами. Основные возможности в этом случае – это различная детализация взаиморасчетов, то есть договора, заказы, накладные, классификация операций по статьям движения денежных средств, контроль целевого использования денежных средств, ведение денежных расчетов и анализ задолженности в нескольких валютах, контроль установленных лимитов, возможность использовать различные способы оценки оплаты, использование этапов согласования заявок на оплату, учет договоров кредитов, займов и депозитов при планировании денежных средств. Ну, естественно, один из больших плюсов при работе с 1С ERP управления предприятием – это возможность отслеживания, сохранения истории и возможность анализировать процесс контактов и переговоров менеджеров с клиентами, эффективному построению долгосрочных отношений с покупателями и с поставщиками способствует функционал управления взаимоотношения с клиентами, то есть блок ТРМ. Руководство коммерческой службы может оценить эффективность работы каждого менеджера, отвечающего за продажу по многим показателям, то есть по объему продажи и по принесенной прибыли, по коэффициенту удержания покупателей, по своевременности и выполнению задач в рамках сопровождения каждой сделки, по причинам отказа потенциальных покупателей от возможных сделок, по сегментам покупателей и номенклатуры в разрезе установленных бизнес-регионов, то есть возможность анализа и быстрой коррекции торгового и маркетингового блока с применением 1С ERP управления предприятием заметно увеличивается. Стартовое заполнение и активация нужных разделов начинается с НСИ и администрирования. Как и все конфигурации семейства 1С предприятия, 1С ERP очень требовательны к первоначальной настройке и заполнению справочников. Сосредоточены они в разделе НСИ и администрирования. Самые важные из них это сведения об организации, структура, то есть подразделения, учетная политика, то есть разделы для настроек расположены в первом столбце меню НСИ и администрирования. На слайде эти разделы выделены синей рамкой. Для сегодняшнего примера считаем это условием задачи, что настройки по этим разделам уже выполнены. После выполнения этих общих настроек заполняются настройки разделов, расположенные во втором столбике с заголовком настройки НСИ и разделов. Сегодня мы рассмотрим именно этот процесс и этот блок настроек. Предположив, что наше предприятие имеет стандартный торговый бизнес процесс, начнем заполнение настроек с подраздела продажи, то есть с первой самой операции, которая возникает в процессе торговли и тянет за собой оформление большинства документов в системе 1С и ИРП. Начнем мы рассмотрение блока продажи с раздела оптовой продажи и настройки функционала работы с заказами. Вы видите на экране слайд, то есть это столбик настроек, который мы будем с вами рассматривать. Мы проваливаемся в меню продажи и получаем вторую картинку, которую вы видите на экране, вот такое меню. То есть оптовые продажи отдельно, раздел для настроек, розничные продажи отдельно, отдельный пункт для настроек – работа с торговыми представителями. Здесь же и довальческое сырье, и мобильное приложение 1С-заказы. Мы по всем по ним пройдем в течение последующего времени, и у вас будет возможность посмотреть, насколько они стали удобными, комфортными и несложными для освоения. До того, как мы начнем рассматривать торговые настройки, хотелось бы остановиться на так называемых обеспечительных сервисах. К таким относятся создание КАС, настройка ККМ и режимов их работы, и помощник рабочего места кассира, то есть РМК. Настраиваются они в меню НСИ и администрирования, администрирование, РМК и оборудование. То есть на слайде вы видите эти пункты, выделенные красной рамкой. На этом слайде показан диапазон первоначальных настроек, которые требуются для активации возможности работы с блоком РМК. Кроме настройок, выполняемых из раздела НСИ и администрирования, в каждом подразделе, который вы видите слева на желтом поле, есть меню более точных настроек, которые также называются НСИ, но позволяют уже более точно настроить процесс в соответствии, так сказать, с темой бизнес-процессов на вашем предприятии и индивидуальными особенностями бизнеса. То есть видите, выделено здесь, что необходимо поставить флажок рабочие места кассира, то есть активировать возможность работы с этим блоком. Настройки РМК для текущего рабочего места. Видите, под каждой строкой, то есть которая задает включение или отключение какого-то режима, есть небольшие комментарии, которые позволяют либо вспомнить, если вы давно не общались с этим разделом, вспомнить, о чем там идет речь, либо помогают сориентироваться, что для вас более приемлемо в конкретном случае с вашим бизнесом. Вот теперь мы с вами переходим к разделу продажи для настройки возможности работы по заказам. В этом разделе активируется возможность работы с заказами и резервированием товаров под заказ. В каждом пункте выбора после выбора обособленного способа обеспечения товарами используются действия обособленного обеспечения. В таких документах, как заказ клиента, заказ поставщику, заказ на внутреннее потребление, заказ на перемещение, заказ на сборку-разборку, заказ материалов производства, заказы переработчикам. В 1С ЕРП это позволяет подставлять автоматически назначения в документах, которые заполняются на основании конкретных заказов. За счет этого происходит привязка товара к этому заказу. 1С ЕРП управление предприятием обладает набором инструментов, которые позволяют привлечь и удержать клиента. Перечень таких инструментов вы видите на слайде. Это инструменты, которые позволяют хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, управлять и отслеживать взаимодействия с клиентами, использовать встроенную систему оповещений, осуществлять сегментацию клиентов, номенклатуры, выделять бизнес-регионы для аналитики продаж, отражать в системе маркетинговые мероприятия и анализировать их эффективность, отражать в системе цикл взаимодействия с покупателями от первичного контакта до полного исполнения взаимных обязательств с использованием структурированных бизнес-процессов, хранить индивидуальные и типовые соглашения, гибко управлять системой скидок с использованием автоматических механизмов их расчета, отслеживать и анализировать претензии клиентов по отгруженной продукции, проводить информационные рассылки и оповещения, осуществлять классификацию с построением матрицы, формировать воронку продаж, анализировать причины проигрыша в потенциальных сделках, хранить информацию о конкурентах и их ценах, проводить оценку надежности контрагента, используя сервис 1С Spark Risky, размещать торговые предложения предприятий на реализуемые товары в облачном сервисе 1С бизнес-сеть. На схеме, которую вы видите на слайде, отражено построенное в 1С ERP взаимодействие информационных потоков, маркетинговых мероприятий и документального отражения их в системе, то есть оформление договора на основании его выставления счета и заказа. Теперь мы с вами переходим к рассмотрению торговых процессов. В разделе НСИ и Администрирование, подразделе Продажи, выполняются стартовые настройки основных, наиболее часто применяемых режимов продаж. Это оптовая торговля, розничная и комиссионная. Активируется либо отключается блок работы с торговыми представителями, в том числе и задается список мобильных устройств с установкой на них мобильного приложения 1С Заказа. Здесь же в этом же разделе выполняются настройки по работе с довальческим сырьем и его переработкой. На слайде вы видите типичный документооборот, который возникает при оптовых продажах. Поддерживается возможность контролировать все этапы работы менеджера с клиентами, начиная с момента регистрации нового клиента и его первичного интереса до момента отгрузки ему товаров. То есть менеджер постоянно отслеживает текущее состояние отношений с клиентами, проводит классификацию клиентов по степени их привлекательности, по стабильности сотрудничества с ним. В этом разделе будут рассмотрены вопросы, связанные с документооборотом продаж. Все документы, о которых будет рассказано в этой главе, могут быть оформлены в рамках сделок с клиентом или без указания таких. Документооборот продаж при оформлении операций оптовой торговли можно представить вот той схемкой, которая у вас на экране. Документооборот продаж при оформлении операций можно вызывать из разных разделов, из разных документов вводить на основании каких-то выбранных документов, когда будет строиться целая цепочка взаимосвязанных товаров, услуг и соответственно сопутствующих каких-то движений. Итак, начинаем мы торговлю на основании коммерческого предложения, на основании которого может быть оформлен заказ клиента. Заказ клиента является отправной точкой в целой цепочке документов. Документ «Заказ клиента» предназначен для регистрации договоренности с клиентом об оставке определенного перечня номенклатуры. То есть он определяет порядок и сроки оплаты. Использование заказов определяется функциональной опцией «Инсы и администрирование», затем настройки «Инсы и разделов», продажи, оптовые продажи, заказы клиентов. В этом разделе также определяется вариант ведения заказов клиентов. Предусмотрены следующие варианты. Заказ как счет. В этом случае вы видите подсказочку под самим заголовком. Но на словах можно описать, что в этом случае заказ используется только как печатная форма. Печатная форма, которую надо отправить клиенту. Товар при этом не резервируется. Контроль исполнения заказа не производится. То есть этот режим используется только для получения печатной формы. Следующий вариант – это заказ со склада. Заказ можно оформить только на товар, который есть в наличии на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков. Контролируется в этом случае состояние оплаты при оформлении отгрузки, если была предоплата, например. Можно контролировать исполнение заказа клиента, не закрывая заказ при неполной отгрузке и неполной оплате. И последний вариант – заказ со склада под заказ. В отличие от предыдущего варианта, можно оформить заказ на недостающие на складе товары. Управление процессом выполнения заказа реализуется через механизм статусов и состояний. Состояние заказа рассчитывается автоматически и информируется пользователем о текущем положении дел по заказу. Процесс работы с заказом можно условно разделить на этапы. 1. Подготовка заказа 2. Согласование заказа 3. Выставление счетов клиентам 4. Резервирование и обеспечение товаров по заказу 5. Контроль состояния обеспечения 6. Подготовка к отгрузке товаров 7. Закрытие заказа В заказе предусмотрены следующие состояния 1. Ожидается согласование, то есть требуется согласование заказа 2. Ожидается аванс до обеспечения, то есть в соответствии с условиями, определенными в соглашении, необходимо получить предоплату до того, как начнется процесс обеспечения. В строках заказа устанавливается действие «Не обеспечивать». Следующее – это готовка обеспечения. Аванс до обеспечения получен или по условиям соглашения не требуется. Вариант «Не обеспечивать» можно изменить на последующие варианты к обеспечению или резервировать. Ожидается обеспечение. Это товар, который необходимо отгрузить. Он заказан, но еще не поступил. Состояние обеспечения проверяется для тех товаров, которые обеспечиваются обособленно, и для тех, которые распределены по заказам. То есть установлено действие «Резервировать к дате». Ожидается предоплата до отгрузки. То есть в соответствии с условиями соглашения клиенту необходимо оплатить товар до момента его отгрузки. И, наконец, готов к отгрузке. Предоплата до отгрузки получена и заказ ждет. Итак, после согласования коммерческого предложения, соответственно, подписания необходимых документов, возникает необходимость выставить счет клиенту. Для работы со счетом, выставленному клиенту для оплаты, можно использовать упрощенный механизм, при котором счет – это просто печатная форма заказа клиентов, и в журнале можно ввести просто учет выписанных счетов, сохраняя данные для отчетов и, соответственно, введя нумерацию счетов. Документ «Счет на оплату» может быть создан вводом на основании заказа клиенту. Счета на оплату могут быть созданы только по заказам, у которых установлен статус «К выполнению». Если счет выставляется на всю сумму заказа, то в документе печатается список товаров. Если счет выставляется на часть суммы заказа, то в документе печатается предопределенная строка, например, оплата по заказу клиента номер 789. Текст строки можно отредактировать в счете на оплату в поле назначения платежа. Сумма НДС при этом автоматически пересчитывается в соответствии с суммой этапа оплаты. Если в заказе указаны разные ставки НДС для товаров, то сумма НДС по каждой ставке будет указана отдельно. При регистрации оплаты по счету указывается тот заказ, по которому был выписан счет. При оплате счета регистрируется информация об оплате заказа. При рублевых расчетах предусмотрена печать образца платежного поручения. Если же счет организации или контрагента открыт за рубежом или счет валютный, то в печатной форме документа счет на оплату вместо образца платежного поручения выводятся банковские реквизиты. В списке заказов можно отобрать заказы, которые должны быть оплачены в соответствии с этапами оплаты. Но оплата по ним еще не поступила. То есть это все ожидающие оплаты. Информация о состоянии оплаты по заказу может быть просмотрена как с помощью отчетов по состоянию взаиморасчетов с клиентами, так и непосредственно в форме самого заказа клиента. В печатной форме счета на оплату, сформированного на физическое лицо, можно вывести QR-код. Для такой возможности должен быть заполнен счет организации в реквизитах печати. То есть это в заказе клиента на закладочке дополнительно. Или в реквизитах печати ТОРК-12. В реализации товаров и услуг на закладке дополнительно. Теперь перейдем к вопросу по резервированию и обеспечению товаров. После согласования заказа и регистрации оплаты необходимо определиться с тем, как будет происходить обеспечение тех товаров, которые заказал клиент. Для каждого товара может быть выбран свой вариант обеспечения. Предусмотрено автоматическое заполнение вариантов обеспечения в зависимости от наличия свободного остатка товаров на складе и планируемых поступлений товаров. По этой теме мы рассмотрим следующие вопросы. Возможные варианты обеспечения товаров. Автоматическое заполнение вариантов обеспечения. Ручной выбор вариантов обеспечения. Обособленное обеспечение заказов. И контроль состояния обеспечения. Резервирование товаров мы с вами уделим немножко побольше места, поскольку это очень важная тема и с ней нужно хорошенько разобраться. То есть резервировать на складе. В этом случае товар резервируется из свободного остатка на складе. Свободный остаток рассчитывается на текущую дату. При расчете учитываются все ранее зарезервированные товары по другим заказам клиентов. Резервировать по мере поступления, то есть резервировать к дате. В этом случае товар распределяется в ранее оформленных заказах поставщикам. При распределении используются те заказы поставщикам, в которых установлен статус подтвержден и определена дата поставки по заказу. Распределение производится в соответствии с графиком движения товаров. Товары распределяются в соответствии с желаемыми датами отгрузки и датами поставки. То есть жесткого закрепления нет. Не обеспечивать. В этом случае товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Например, резервирование обеспечения будут происходить только после предоплаты клиента. Еще к обеспечению. То есть этого товара нет на складе и поставка еще не запланирована. Необходимо оформить заказ на поставку товаров. Информация обо всех требуемых товарах попадает к логисту. Логист, используя обработку формирования заказов по потребностям, оформляет нужный заказ в соответствии с потребностями. Например, заказ поставщику, заказ на перемещение. После того, как заказы будут сформированы и подтверждены в заказах клиента, вариант обеспечения автоматически изменится на «Резервировать к дате отгрузки». Далее обеспечение товаров будет происходить так же, как и в предыдущем варианте. Кроме оформления резерва на товары из документа заказ клиента, эту операцию можно провести, используя и другие документы. Механизмы обеспечения работают единообразно для всех видов заказов. Поэтому мы с вами рассматриваем только заказ клиента. В 1СЕРП применена революционная методика резервирования в графике товара, которая снимает множество проблем с оптимизацией резервирования. Основа нового механизма – это в системе строится график изменения планово-расчетных остатков, то есть ПРО, на складе по каждой номенклатуре. В новой схеме резервирования заказ клиента резервирует товар очень просто. Он размещается в графике отгрузок, тем самым уменьшает ПРО, то есть планово-расчетные остатки. Если такое уменьшение привело к уменьшению ПРО ниже нуля, то программа не позволит разместить заказ в графике, то есть товара на заказ не хватает. Чтобы все-таки зарезервировать товар, надо другой заказ выбросить из графика, чтобы увеличить ПРО. Итак, варианты обеспечения. То есть обеспечивать обособленно. Этот вариант обеспечения можно использовать только если установлена функциональная опция обособленное обеспечение заказов, то есть раздел НСИ и администрирования. Дальше настройка НСИ и разделов, склад и доставка и обеспечение потребностей. То есть поля, которые требуют заполнения разделы, на слайде вы видите выделенными красной рамочкой. Итак, мы с вами добрались до одного из самых актуальных вопросов. Это вопрос контроля состояния обеспечения. Контроль можно провести при оформлении заказа клиенту. Состояние обеспечения можно посмотреть, как в момент открытия документа, документ может быть еще не записан и не проведен на этот момент. Так и в проведенном документе при изменении состояния обеспечения. Ну, например, поступил товар по заказу, собрали комплект и так далее. В документе должен быть заполнен список товаров, по которым необходимо посмотреть состояние обеспечения. И, естественно, указан склад в шапке документа или склады в табличной части. По ним необходимо посмотреть информацию о состоянии обеспечения товара. Для просмотра состояния обеспечения в заказе клиента нужно выполнить команду обеспечения и выбрать состояние обеспечения на командной панели табличной части документа, как показано на слайде. Итак, следующая тема нашего разговора это торговые представители и коммерческие предложения. Сначала мы рассмотрим блок работы с торговыми представителями, после чего остановимся на работе с коммерческими предложениями. Блок работы с торговыми представителями состоится из журнала, в котором отражаются уже созданные задания, из которого можно создавать новые. Задания торговым представителям можно оформить на основании заказа клиента. В этом случае переносится табличная часть, контрагент, договор на основании уже созданного ранее задания, то есть, например, продолжение уже запущенного процесса. Ну или по обычному, вручную, заполнив табличную часть и данные по контрагенту и договору. При заполнении задания торговому представителю в процессе заполнения можно задать время и регулярность посещения торговым представителям торговых точек или офиса клиента, задать цель визита, соглашение, в рамках которого запланировано маркетинговое мероприятие, в нашем случае это визит, например. После записи документа задания торговому представителю информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке подготовка заданий торговых представителям. Для контроля распределения визитов торговых представителей по клиентам очень удобно использовать отчет «Календарь визитов торговых представителей». Этот отчет позволяет оценить загрузку торговых представителей и при необходимости перераспределить ее или добавить недозагруженным сотрудникам. На слайде вы видите интерфейс заполнения задания и как можно задать время визитов, его регулярность и так далее. Теперь поговорим о коммерческих предложениях. Коммерческое предложение клиенту это сформированное по итогам маркетинговых действий предложение о заключении сделки, в котором отражаются индивидуальные условия продажи клиенту, товаров, услуг, выполнения работ в соответствии с первичным спросом. Этот документ позволяет фиксировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в сделке с клиентом. Составление, отправка и печать коммерческих предложений в том числе и как ответ на запрос коммерческого предложения в сервисе бизнес-сеть, например. По окончании торгов, основываясь на данных коммерческого предложения, оформляется уже документ заказ клиента. Если же это постоянный клиент, с которым уже давно установлены тесные связи, устоявшиеся цены, то с таким клиентом можно обойтись без коммерческого предложения, сразу оформляя документ заказ клиента. Возможно также ситуация, когда составление заказов тоже не является необходимой процедурой. Документы продажи могут быть сформированы без предварительных заказов, например, это может быть отгрузка в кредит по долгосрочным договорам. Настройки доступны при установленной функции НСИ и администрирования, настройки НСИ и разделов, продажи, оптовые продажи, коммерческие предложения клиентам. На предыдущем слайде в разделе «Сервис» была выделена красной рамочкой обработка состояния обеспечения. На самом деле это рабочее место, которое предназначено для контроля и корректировки графика отгрузки заказов при помощи выполнения индивидуальных рекомендаций для заказа в целом или для отдельных его строк. В обработке состояния обеспечения показывается также текущее состояние обеспечения по заказу клиента и даются рекомендации по изменению, например, даты отгрузки. Предусмотрена возможность визуального контроля за состоянием обеспечения. Таким образом, вы видите на экране зеленый цвет, желтый и серый. Зеленый – это полностью обеспечен, желтый обеспечен частично и серый не обеспечен вовсе. В обработке состояния обеспечения также предусмотрены следующие дополнительные сервисные возможности. То есть это просмотр и корректировка заказа, по которым уже зарезервирован товар через команду «Другие заказы выделены позиции». Дополнительная настройка набора с использованием схемы компоновки данных. То есть это настроить поиск. При установке для строк заказа варианта действия к обеспечению или обеспечивать обособленно контролируются условия оплаты по заказу. Еще в условиях оплаты по заказу, если в условиях оплаты по заказу у нас были этапы с типом «Аванс» до обеспечения, то к текущему моменту суммы по этим этапам должны уже быть оплачены клиентам. При проведении заказа формируется распоряжение службы логистики или снабжение у кого как, по тем позициям, для которых установлен вариант действия к обеспечению обеспечивать обособленно. Служба логистики видит общую картину по всем позициям, у которых установлен вариант действия к обеспечению или обеспечивать обособленно и контролирует возможность обеспечения товаров по всем заказам. Для контроля дефицита товаров в службе логистики используется обработка формирования заказов по потребностям. И очень комфортный отчет, товарный календарь. После того, как мы разобрались с резервированием, с обеспечением, подготовили груз и заказ ожидает доставки клиенту, ребром становится вопрос о том, как оформить этот процесс и соответственно, как его произвести. В 1С ERP управления предприятием предусмотрена возможность автоматизировать процесс доставки товаров клиентам, доставки товаров от поставщиков, а также процесс их доставки между своими складскими помещениями. Доставка может осуществляться непосредственно по адресам клиентов с адресов поставщиков или с помощью транспортной компании, которая имеет свою распределительную базу, куда надо доставить подготовленный груз. Задания на перевозку формируются с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также грузоподъемности транспортного средства. Возможность использования функционала доставки активируются функциональные опции НСИ и администрирования, настройка НСИ и разделов, склад и доставка, управление доставкой, как показано на слайде. Предусмотрена возможность распечатки товаросопроводительных документов комплектами, то есть комплект для перевозчика при сопровождении груза и, конечно, распечатка маршрутных лесков. Для того, чтобы создавать и контролировать задания сторонним перевозчикам, следует установить функцию задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика. Для того, чтобы адрес доставки вводился всегда с использованием адресного классификатора, необходимо установить функциональную опцию «Редактировать адреса доставки только в диалоге». Также можно установить ограничения на вот только российских адресов. Процесс управления доставкой иллюстрирует представленную на слайде схема. Заполняется информация по доставке на основании заказа клиента на закладке «Доставка». При заполнении способа доставки можно выбрать из выпадающего меню, чьим транспортом выполняется грузоперевозка – собственным или с помощью стороннего перевозчика. Если предприятие имеет собственные транспортные средства, то мы можем выбрать варианты доставки, как показано на слайде. В этом случае, чтобы автоматически подтягивалась информация для путевых листов, грузовых разделов транспортных накладных и была возможность планировать доставку, следует заполнить сведения о собственных транспортных средствах. Сделать это можно по команде «Склад и доставка», «Настройки и справочники по складу» и «Управление доставкой», «Типы транспортных средств». Если мы используем ввод на основании, открывается диалоговое окно, где выводятся данные по транспортному средству. Информация о зонах доставки и транспортных средствах заполняется в соответствующих списках в разделе «Склад и доставка», «Настройки и справочники». Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т.д. Зоны доставки можно также группировать с учетом оптимального объезда адресов доставки. Информация о транспортных средствах вводится в два списка. Первый – это типы транспортных средств, например, вагоны, самолеты. И еще один справочник – транспортные средства, куда заполняются уже технические данные по конкретным транспортным средствам, например, автомобиль, кубатура, грузоподъемность. Для оформления задания на перевозку используется рабочее место «Доставка» из раздела «Склад и доставка». В рабочем месте предусмотрены переключатели по вариантам доставки с нашего склада на наш склад и по способам доставки с нашим участием силами перевозчика все способы. В списке задания на перевозку можно контролировать состояние заданий на перевозку по их статусу. В задании на перевозку могут быть установлены следующие статусы. Первый – это «Формируется», то есть задание на перевозку оформлено. Указаны транспортные средства, документы, по которым необходимо оформить доставку клиента или переместить товары на другой склад. Следующий статус – это «К погрузке». То есть задание на перевозку передано на склад для формирования сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании. Следующий статус – это «Отправлено», то есть собранные товары, переданные экспедитору либо водителю, распечатаны все необходимые документы. И, наконец, последний статус – это «Закрыто», то есть товары доставлены по адресу, задание на перевозку выполнено. После доставки товара в клиенту, ну или на другой склад, в задании на перевозку для каждого адреса доставки устанавливается флажок «Доставлено» и присваивается статус «Закрыто». Если товар не смогли доставить по указанному адресу, то для распоряжения флажок «Доставлено» не устанавливается. После закрытия задания на перевозку доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной. Это распоряжение автоматически появляется в списке невыполненных распоряжений по доставке на рабочем месте доставки. Расчеты с клиентами и перевозчиками оформляются раздельно. Если клиент должен оплатить услуги по перевозке, то в документе «Реализация товаров и услуг» добавляется информация об услуге по перевозке товаров. Если же необходимо оплатить услуги перевозчика, то в этом случае оформляется документ приобретения товаров и услуг, в котором указывается информация об услуге, которую оказал перевозчик. Предусмотрена возможность оформлять и контролировать задания на перевозку, если они оформляются сторонним перевозчиком. Использование этих возможностей включается функциональные опции НСИ-администрирование, настройка НСИ-разделов, склад и доставка, доставка, задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика. Задания стороннему перевозчику абсолютно аналогично оформляются, как и остальные задания на перевозку. Доставка товаров сторонним перевозчикам оформляется по тем распоряжениям, в которых указан способ доставки перевозчик с нашего склада или на наш склад. В распоряжении на доставку можно также указать какую-то дополнительную информацию по доставке. Предусмотрено автоматическое заполнение этой информации контактными данными клиентов. В рабочем месте доставка предусмотрен переключатель, который позволяет отобрать наше задание, то есть с нашим участием, задания, которые выполняются сторонним перевозчиком, силами перевозчика или все задания на перевозку, то есть все способы. Для того, чтобы создавать и контролировать задания сторонним перевозчикам, необходимо установить функциональную опцию «Задание на перевозку для учета доставки силами перевозчика». Для того, чтобы адрес доставки вводился с использованием адресного классификатора, необходимо установить функциональную опцию «Редактировать адреса доставки только в диалоге». Также можно установить ограничения на ввод российских адресов. В блок управления доставкой также включен абсолютно новый документ «Поручение экспедитору». Документ предназначен для формирования заданий транспортной службы, не требующих товарного учета. То есть он является распоряжением на доставку и включается в состав заданий на перевозку, при этом не вызывая каких-либо проводок или движений регистров. Перейти к списку поручений можно в разделе «Главное». Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов продажи. Например, заказ клиента, реализация товаров и услуг, закупки, заказ поставщику, приобретение товаров, склад, например, перемещение товаров, сборка товаров, производство, например, заказ на производство, передача материалов в производство. Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте доставка. Следует сказать, что документ доступен только при включенной функциональной опции «Управление доставкой» в разделе «НСИИ Администрирование», «Склад и доставка», «Доставка». Теперь поговорим о переработке товарческого сырья. У многих производственных компаний и особенно холдингов распространена ситуация, когда часть материалов передается в производство на сторону, то есть специализированным предприятиям. Или, как в случае с холдинговой структурой, за выполнение каких-либо производственных процессов отвечает отдельное юридическое лицо холдинга, и организация передает ему материалы для изготовления изделия. Для отражения таких операций служит раздел «Передача в переработку». Начинается процесс создания документа «Заказ переработчику», алгоритмы работы с которым абсолютно аналогичен заказу поставщика. Перейдя в меню «Посылки», мы попадаем в журнал «Заказов переработчику». На основании заказа переработчику можно ввести целый спектр документов, сопровождающих оформление операций по переработке довальческого сырья. Образец вы видите на слайде. При использовании кнопочки «Ввести на основании» появляется меню, из которого вы можете выбрать то, что подходит вам для текущей ситуации. При переходе в меню «Документы передачи в переработку все» мы попадаем в рабочее место, которое предназначено для отображения списка документов, которые вы видите на экране. То есть это возврат сырья довальцу, отчет довальцу, передача довальцу, поступление сырья от довальца и счет фактура выданного. В случае, если мы сами давали товар на переработку, то в этом случае возникают документы «Возврат сырья от переработчика», отчет переработчика, передача сырья переработчику, поступление от переработчика готовой продукции и счет фактура полученной. Теперь перейдем к складу и к документам, которые сопровождают внутреннее товародвижение и бывший документ инвентаризации, как он выглядит сейчас. Значит, рабочее место, внутреннее товародвижение предназначено для отображения списка документов перемещений внутренних, которые перечислены на слайде. В 1С ERP управления предприятия этот блок абсолютно стандартные изменения не претерпел. А вот привычный всем документ инвентаризации теперь отсутствует. Вместо него появился документ «Пересчет товаров», который используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты о приходу вне излишков товаров и списании недостач товаров. Хочется сказать немного про структуру размещения отчетов. По сравнению с предыдущими версиями она достаточно сильно изменилась. Если раньше отчеты выводились в отдельный раздел, то здесь теперь мы видим совсем другую картину. В 1С ERP отчеты размещены в каждом разделе по тематике. То есть, например, продажи – это отчеты по продажам. Склад и доставка – соответственно отчеты по складу. То есть, теперь не нужно вспоминать, а где же находится нужный отчет. Достаточно перейти в раздел и в этом случае мы сразу первой позиции видим отчеты по данной тематике. Кроме этого, все отчеты, которые существуют в 1С – это большой конструктор LEGO. То есть, кроме установленных по умолчанию настроек, там можно сделать свою настройку под собственные нужды, добавить или убрать какую-то аналитику. И после этого настройки, которые были сделаны, мы можем спокойно сохранить. Не только в программе сохранить, но и выгрузить во внешние ресурсы. Соответственно, это чаще всего выгрузка в Excel. И потом, при необходимости, подтянуть ваши настройки обратно в программу, чтобы не тратить время на повторение этих шагов. То есть, это достаточно удобно и экономит много времени. Если мы проваливаемся из меню продажи в отчеты, например, по продажам, проваливаемся внутрь, и там видим большой перечень отчетов, которые не только дают возможность оценить, допустим, объем продаж, величину продаж розницы опта, но и дают возможность, например, проанализировать продажи по штрих-кодам и, соответственно, получить отчеты по взаиморасчетам с клиентами. Ну, то есть, уже какие-то финансовые показатели вы видите. Этот сладкий иллюстрирует предыдущие слова по поводу того, что большое количество отчетов сосредоточено в меню. Ну, если провалиться отчеты по продажам, то видим перечень, который позволяет проанализировать и результаты работы розничных подразделений, и движение, допустим, по штрих-кодам, по товарным отчетам. И, кроме этого, позволяет просмотреть и расчеты с клиентами, и какую-то другую аналитику. Хочется сказать, что все отчеты в 1С в любых конфигурациях представляют собой, так сказать, конструктор Лего. То есть, кроме установок по умолчанию, там можно добавить или убрать очень много дополнительных сведений. И, соответственно, сохранить эти настройки. Настройки, которые вы сохранили, то есть сделали для себя, сохранили, их можно не только сохранять в программе, но и выгружать во внешние файлы, чаще всего, естественно, экселевские. И потом из сохраненного места подтягивать снова эти настройки, чтобы не терять каждый раз время, особенно, когда это какие-то большие отчеты, в которых было выполнено много настроек. Наш вебинар подошел к концу. Хочу напомнить вам, что вы можете задать свои вопросы. Здесь указана электронная почта, по которой вы можете обратиться. И мы будем рады на них ответить. Компания Кудерлайн благодарит вас за внимание, которое вы нам уделили. Надеемся, что наш вебинар оказался вам полезен. И будем рады, если наше сотрудничество с вами продолжится. Обращайтесь по адресу, который указан на этом слайде. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok